Ну, вот когда вообще говоришь о понимании и прощении, да, то сразу натыкаешься на всем известные слова, абсолютно. Я их процитирую по Луке, потому что это немножко другой текст. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Еще раз. Ибо и грешники любят тех, кто их любит. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая зато благодарность? Ибо и грешники также делают. И если вы взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Так хочется сказать, да еще и с процентами. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы даваете, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным и злым. И поэтому у меня сразу такой вопрос в лоб. Зачем любить врагов-то? И как это можно? Из чисто эмпирического опыта. Такая великая универсальная притча. Вы ее, наверное, помните о том, как я ее много раз цитировал в передаче. О том, как дервишу одному явился демон. Ну, в смысле джинн. Джинн. И сказал, что через месяц на земле изменятся воды. И все станут сумасшедшими. Сойдут с ума. И они не будут понимать твой язык, а ты их. И тогда дервиш сделал себе огромный запас воды, наносил в свою пещеру в горах. И через месяц все, как джинн пообещал, так и случилось. Воды изменились. И дервиш пил свою воду, ходил к людям и удивлялся. Они все вели себя как ненормальные и говорили на непонятном языке. Совсем. Вот и запас воды стал подходить к концу. Но еще до этого дервиш плюнул. Какой прок жить-то, когда тебя никто не понимает? Так. Пошел вниз в селение, напился водички и стал как все. Вот это притча такая, она для размышлений, собственно говоря. Поэтому, ну, если ты... Кругом одни враги. Знаете такую ситуацию? Что значит, это ведь самый главный вопрос, цикл лекций. Что, собственно, значит любить врага, в частности? Ну, тот же вариант научиться у врага. Да, вариант стокгольмского синдрома. Да, что, люблю врага. Кто надо мной властвует, кто властвует моей жизнью, того я и люблю. И страстно люблю, безумно. Но... В общем, мы считаем это патологией, правда? Любить издевающегося над тобой исламского террориста, как это было в Стокгольме тогда. Для этого посвящено множество фильмов «Чего-чего». Кому, правда, интересно взаимоотношения мировых религий и христианства, то историю религии Александра Мения прочесть надо. Все шесть томов по той простой причине, что это прекрасная художественная литература и обзор мировой культуры. Очень простой и сделанный очень мудрым человек. Мысль Мения, главная, наверное, одна из главных его мыслей, о том, что в действительности христианство радикально нового в себе ничего не несет. Но представляет из себя идеальную передачу титуса той самой квинтэссенции духовных мыслей, которые существовали отдельно, изолировано в разных культурах и в разные исторические времена. И как бы здесь, как на вершине, они объединились и стали видны наиболее отчетливо. Я специально взял Ханса Дикмана, который имеет очень мало отношения к христианству, зато это один из самых интересных аналитиков юнгианских, которые анализировали сказку. И вот послушайте, что он пишет. Молодая девушка, которая до сих пор росла в родительском доме, окруженная любовью и заботой, однажды, казалось бы, случайно, встретив отвратительное, а в случае со змеей даже опасное существо, оказалась вынуждена признать его, вместе с ним жить, вместе есть и, наконец, даже взять в постель и выйти за него замуж. В сказках содержится мотив любовного приятия холоднокровного существа. Но именно благодаря этому приятию, подобному внутренней связи, я с этим неизвестным, совершается трансформация. Из неизменной, неприятной и опасной холодной крови появляется некоторое количество здоровой активности. И вся душа змея, находившаяся под властью заклятия и волшебных чар, вновь расцветает и оживает для деятельной жизни. Это сюжет «Красавица и чудовище». Маленького цветочка, царевны лягушки, есть братьев Гримм, он вспоминает обратную ситуацию, там был король лягуш, в сборнике братьев Гримм. Что делает любовь? Ну, только она и есть то чувство, которое способно сделать из врага, то есть хладнокровного животного, из противоположности, присмыкающегося принца, человека. Поскольку она пробуждает что? Метафизику, да, пользуясь терминами наших лекций. То самое ощущение единства. И это очень остро и болезненно чувствует Булгаков. Правда, потому что, я боюсь, что я процитирую недословно, но тем не менее, как, и Марк Красобой тоже добрый человек? Да, добрый человек. И помните, там дальше идет замечательный разговор, замечательный, на который редко мы обращаем внимание, но который необыкновенно важен в плане того, о чем мы сейчас говорим. «Если бы мне кто-нибудь дал с ним пять минут поговорить, я бы доказал ему, что он добрый человек». И тогда Пилат отвечает Ганоцаре, да, в романе Булгакова. Да, начальник в трезвом уме не даст тебе разговаривать со своими солдатами, поскольку он это чувствует, эту страшную силу ощущения того, что враг, надсмотрщик, насильник, добрый человек. поскольку, да, правда, ведь на самом деле, самое главное, нету на земле людей, которые думают про себя, что они злые люди. Мы всегда жертвы обстоятельств, правда? У нас злые родители или их отсутствие, злое государство, в первую очередь, простите, забыл, делает злыми людьми, то бишь озлобленными. Но сами мы, если бы не государство, не родители, кто там еще в порядке очереди, мужья и жены, да, если бы не мужья и жены, то мы бы, конечно, были бы добрыми людьми, но злая жена вела себя так. А что она делала, эта злая жена? Чего она может сделать с мужем? Или наоборот? Ну вот представьте себе, да, сидит человек во дворе храма и рисует что-то пальцем на песке. Да, я думаю, я всегда говорю, что сейчас миллионы людей дорого бы отдали, чтобы посмотреть, что он там рисует. Я всегда предлагаю интересующимся закрыть глаза и представить себе, как Игнатия Лайола, я выступаю, Иисуса рисующим на песке и посмотреть, что он там рисует. Потому что то, что он там рисует, лично для вас, значит, что-то очень важное. Это какое-то очень важное послание. Но это тема для следующей лекции, я надеюсь. Тут Шум Гам, он сидит рисует, и к нему волокут женщин. И говорят, что она изменила мужу, и это доказано. И по закону Моисея ее требуется побить камнями. А вы что скажете, учитель? И он что говорит? Что он говорит? Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень? Замечательно. Я всегда вспоминаю 12 стульев. Когда он на корабле проводит кису в Робьянина, в Остап, говорит, как это ваш мальчик? Он говорит, да, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня, пусть первый бросит в него камень. Какой для этого нужен дар? Или это непостижимая для нас божественная благодать? что проводит с точки зрения современной Христос фарисеем в этой ситуации? Я хотел сказать сеанс психотерапии. да, это не более не менее, да, он требует категорически подстроиться, требует подстроек от фарисеев. он хочет, чтобы они обнаружили ее похоть, ее одиночество, может быть, ее прошенность мужем, непонятость в себе. и в этот момент каждый из законников, я не хочу обижать фарисеев ни в коем случае, все сложнее, конечно, но в этот момент каждый из законников вдруг вспоминает о себе реальном, не о том себе, который, которого им бы хотелось видеть, не теоретическому представлении о себе, а о себе реальном, о своей заполненности ровно теми же грехами, что и самобудница, а для этого в свою очередь, и это, конечно, страшный криминал, но для этого, между прочим, необходимо, просто необходимо, невозможно представить иначе, просто невозможно, поскольку невозможно иного способа понимания, вообще понимание всегда это нахождение другого внутри себя, и это значит, что и Христу несомненно знакомы все те страсти, которые испытывают фарисеи и блудницы, человеческая природа-то у него есть? ой, господи, есть, а куда деваться? Есть, и никто ее, собственно, никогда и не отрицал, а что это, если не суть человеческой природы, в конце концов. Некоторые говорят, ну, я не способен это почувствовать, вообще не способен, наверное, это такой способ защиты, направленный на то, чтобы по-прежнему понимать только себя. все зависит от того, все зависит всегда, все зависит всегда от того, как бы, на чьей стороне находится мания величия. Да, потому что, если мания величия находится на стороне мужчины, то он с честью и достоинством говорит. Это потому, что все мужчины сутенеры. А если мячик мании величия принимает женщина, то тогда она во всем виновата, значит, она проститутка. Это, опять, всего лишь в данном случае социальный код. И я думаю, что и вы сами прекрасно понимаете, что никакого отношения к слову любовь этот код не имеет, потому что эти коды упрощаются для и только ради власти того, на чьей стороне мячик мания величия. Да, если на стороне женщины, то все мужчины сутенеры, если на стороне мужчины, то все женщины проститутки. Соответственно, они виноваты и они властвуют в стае. Но, как я это объяснял на первой лекции, то тогда в общем нынечем от стаи и не отличаемся. Все просто. У стаи очень простые законы всегда. И законы эти легко вербализуемы. И бесконечным количеством способов, но легко. По той простой причине, что человек, который эти законы описывает, как бы, как это неудивительно, сам считает себя находящимся вне стаи. Ну, вот он описывает социальный код какой-нибудь и он уже вне стаи. Он такой умный. Но, на самом деле, в реальных отношениях он никуда не выходит за этот код. В христианстве, еще раз, принципиально важно сделать мужчину или женщину человеком. Что для меня в системе мыслей наших лекций означает вывести ее на уровень некой метафизики. Открыть метафизическое начало. если человек предполагает, что человек состоит только из физики, то есть он биологический вид, у него есть тело, либидо, что там еще, индивидуальное, бессознательное, то все хорошо. для него все удовлетворительно описывается системой социального кодирования и он говорит, все очень просто, господа, раз, два, три, четыре, что тут думать? Вся ведь проблема сводится к тому, как сделать человека. Почему? Потому что существует кроме технологии власти или одной из технологий власти является посыл того, что мы называем сентиментальностью. Подстраиваясь под двух девушек, находящихся в зале, я не буду их показывать пальцами, у меня все время возникает страстное желание чисто поэтически их выпороть так, чтобы они не могли ни сидеть, ни лежать, а могли только бегать. Я считаю это любовью. Что? Нет, это не вы. Впрочем, учтите, что я отмечу это всякому, что это не вы, кто это спросит. Поскольку согласно как бы нет, 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 не этики, какая там этика, вот, когда все просто. Поскольку согласно эмпатии девушки, о которых я говорю, и сами прекрасно знают, что я говорю о них, а остальным этого знать не надо. Ну, понимаете, вот ведь в этом загадка, мы с тобой одной, крови ты и я. Поэтому в некотором глобальном смысле у нас очень мало в зале девушек, которых не надо было бы выпороть. правда, поэтому да, это, я это сейчас говорю всего-навсего к тому, что, чтобы они не волновались, пороть я не имею права и не буду, сказал Александр Геннадьевич и герно запил это дело чаем. А хочу я сказать, говорю я только по одной простой причине, потому что если я пытаюсь понимать, то вовсе не всякое добро выглядит как добро. Правда? И вовсе не всякому. Например, Марка Красобоя из романа Булгакова пороть, по всей видимости, не стоит. Правда? Потому что на самом деле как бы это уже сделали в достаточное количество раз. весь вопрос вот этой самой эмпатии или этого понимания как раз и состоит в том, что же все-таки я считаю любовью. Поскольку у нас есть какое-то просто поразительное представление, что любовь или понимание это что-то типа такого сюсюканья, даже не все прощения, а сюсюканья. то есть если я люблю или если я понимаю, для меня это просто практически абсолютная синонима. какие вопросы я учусь отвечать, для чего я вас это упражнение прошу проделывать. Можно ли скажите пожалуйста вот так пытаясь задумываться о том, как человек себя держит, как ходит и что вы испытываете при этом, можно ли при этом понять или почувствовать какие-то вещи. Ну, например, что человек слишком эгоистичен, если вам не нравится это слово, нарциссичен, если хотите. Можно как вы думаете? Отчасти можно. Психиатру вряд ли. По одной простой причине. Снова, какое условие, что вам мешало делать это упражнение, господа? И мешало что-нибудь? У всех все здорово получилось? Скорее, ни у кого ничего. Что мешало? Что мешает людям слушать эту лекцию? Как, впрочем, и любые другие лекции в этом мире. представления что мешают? Не оценивали мы, мы не слушали, а просто ухемляю человека. Не собственные представления. Да, а что такое собственные представления? Хорошие люди, не глупые, образованные, пришли слушать лекцию. В чем проблема-то? Проблема вам тоже хорошо знакома. первым ее остро поставил, по-моему, если я все-таки не ошибаюсь, все-таки это был Джоан Дзи, ученик Лао Дзи, создатель, один из создателей Дао Де Дзина. По преданию, по преданию, к нему приехал ученик из Европы, философ, и эта история всем известна, и Джоан Дзи поставил ему на колени чашку с чая и стал наливать в нее чай. Лил, 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 чашка наполнилась, он продолжал лить кипяток, и кипяток вылился на шаровары философ, и шаровары философ закричал, что вы делаете, нельзя в полную чашку лить кипяток. А Джоан Дзи сказал ему О-о-о! Какие я знания могу в тебя налить, когда ты ко мне пришел со своими? Со своими, да. Ты вылип, ади, чашка сначала, а потом приходи. Речь идет буквально, если хотите, о воде. Речь идет о даосизме, там вообще слов очень мало, там одни сплошные чувства. И поэтому Джоан Цзы призывает не теорию вылить по той простой причине, что он особо теорию-то и не будет сообщать никакую. Нету там теории ни в дзен-буддизме, ни в даосизме. Никто не будет вам там объяснять, что такое Бог, что такое Дао и чего из этого следует. Там все придется чувствовать самому исключительно. Понадобится 20 лет сидеть в медитации? Будете сидеть, пока не поймете. А сидеть в медитации 20 лет возможно только вылив эту всю свою теорию знаний о мире нафиг. Ради этого выливания они и сидят в медитации. Для того, чтобы не теорию, теорию вежливый слушатель, свою теорию, уже полученные знания, может как-то соединить, слить, припаять. А вот для того, чтобы почувствовать другого человека, и это единственное, что вы в таком простом эксперименте можете на самом деле почувствовать. Надо сначала вылить свои собственные ощущения, свои теории, иначе вы ничего не почувствуете. И вот это вот вылить себя и попробовать задуматься о другом, вот в этом трудность. А то, что можно понять из этого эксперимента, что это все-таки возможно. Потому что если вы обратите внимание друг на друга, то как будто чуть-чуть вырастает уровень симпатии, сплоченность. Чуть-чуть, правда, ты, может быть, не так вот стал телепатом и стал понимать соседа. Но ты буквально, если ты это усилие сделал, ты почувствовал серебряную ниточку, какая-то вот что-то общее, все равно улавливается. И на душе сразу становится спокойнее. Сразу. Это и есть любовь. Поскольку, ну, понятно же, да, что ни секса и ни страстных поцелуев Брежнева с Хоникером, помните эту знаменитую фотографию, требует от нас спаситель. Правда? И не это. Утти, какой хороший ребеночек. Чего-то совсем другого. Вот вы знаете, я вас понимаю. Вот эта вот маленькая ниточка, вот эта вот маленькая ниточка, она бывает после прошествия этого состояния, заключается очень болезненно. Ну, и Джоан Цзы, и… Бывает, даже кажется, что вроде как есть, вроде как их не поймал. Вот она, в чем завязка. Понимаете, какая штука. Все зависит от того всегда, ради чего ловил. Я хочу выпороть двух девушек в этом зале. Является ли это моей сексуальной претензией на этих девушек? Ну, на основе секс, кстати. Вот для вас, с точки зрения, скажем, классической фрейдовской социологии, да, несомненно, ты нет, уверяю вас, мне нравятся эти девушки, они мне обе не чужие. Ну, я староват уже для этого. Понимаете, какая штука? Ну, знаете, я понимаю вас. А вот я на этом всегда обламывался. Ну, все это чувствуется. Оно и не нужно. Все иначе произошло. Что произошло, на следующий день все сразу. Вот зачем я… И все, все произошло. В этом же, смотрите, и проблема. Еще раз. Еще раз. Если любите любящих вас, то какая вам зато благодарность? Грешники тоже любят любящих их. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? От кого благодарность? От Бога, конечно. От Бога. От Бога. Это речь идет о фарисеях и мытарях до этого. Я уж не буду читать очень большие фрагменты. Сами почитаете Луку. А если Бог может нам быть благодарен? Несомненно, сейчас. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Это отсюда берется замечательное и забытое правило. Да, правда. Оно, между прочим, абсолютно христианское. Абсолютно. Мне так нравится поэтому. Давайте взаймы столько денег, сколько вы можете подарить. Больше, чем вы можете подарить. Имеете возможность отдать и забыть. Не давайте. Повторяйте. 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 Вернут. Ура. Не вернут. Не вернут. Получите благодарность от Бога. Новый Завет. Я хочу сказать одну очень простую вещь, которую мы все время забываем. Люди добрые. Скажите, пожалуйста, что такое благодарность от Бога? От абстрактной метафизики. Вот от этого единства. Понимаете, в чем заразная суть человека? И убейте меня. Это же чистая правда. Вон. Валентина не даст соврать. Ну, не даст. Она очень любит меня это. Гнобить, как она сама называет. Да. Как бы. Я на эфир еду или сюда. Жутко ползу. Еле ползу. Весь усталый, весь не выспавшийся. Тут не получается. Там не получается. Денег нет. Все пропало. Все провалил. Ну, я тревожный, эмоциональный. Ну, простите. Правда, я такой, да. А склонный к депрессиям, между прочим. Я сажусь к микрофону или прихожу сюда, в зал. Не поверите, я полон сил, я молодой и на все готовый. Ко мне приходит пациент, я полон сил. Я остаюсь один наедине с собой, у меня их нету. Это же не мое правило. Это правило общее, известное, ну, всем. Йогам, мистикам, актерам. Пока даешь, отдаешь. У тебя есть силы. Вон Людмила кивает головой. Я это, ну, всегда ей завидовал просто. Потому что ее, понимаете бы, энергию, да в мирных целях, ну, честно, вы думаете, она за свою энергию имеет там какие-то миллионные доходы? Да нет. Но пока она дает, кого-то сводят, с кем-то борются, кому-то устраивает какие-то встречи, не имея в виду. Не, ей на что-то жить тоже надо. Понятно. Она полна сил. Встал, лег на диван. Невозможно подняться. Верите? А, верите? Верите. Нужен, востребован. Живу. И вам скажут, между прочим, те же самые актеры. Это общеизвестный, как бы печальный сценический факт. Пока востребован режиссерами. Ну, что там? Ну, что там платят сейчас в этом театре? Ну, пока востребован. Жив и здоров. Сняли с репетиции. Не дают ролей десять лет. Умер. 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 Спрашивается вопрос. Это что было? Овации публики? Ну, далеко не всегда и не только. И далеко не ко всем. И далеко не всегда нынче полные залы. Да нет. Берете, открываете. Ну, кого хотите. Я не знаю. Кого угодно. От текстов египетских фараонов, через оккультистов, экстрасенсов, христианство, буддизм. Везде сказано только одно. Отдаешь – получаешь. Не отдаешь – страшная вещь происходит. Ты начинаешь внутри себя проваливаться. Это поэтому, если говорить о творчестве, оно является естественной, насущной потребностью человека. Потому что это его способ отдавать. Хотя, казалось бы, там… Не знаю. Сто концертов в месяц. Здоровый, как лось. Как лось. Я уж не буду конкретные актерские фамилии называть, ладно? Ну, не хочу обижать. Смотришь и думаешь – господи. Боже мой, 80 лет. Танцует. Поет. Точно. Зельдин. Я его вспоминал. Да, да, да. Я его увидел тут. Баба, скоро 90. Это еще не… Встанет. Ну, не дай бог. Не хочу я ему… Что там такое? Где я его видел? Зельдино. Ой, где я его видел? Ну… На юбилее маленькой, бедной, бедной, отечественной фармакологической фирмы. Все молодые, никто не помнит Зельдино. ЧОС. Вопрос, я же про что? Я не знаю, сколько они ему платили. Но я вас уверяю, что они выбирали это. Не Пугачеву. Я про что? Я про то, что это сумасшедшие деньги. Да нет. Конечно, нет. Я отдаю любовь. И чувствую любовь. И я живу. Можно. Можно. Но… Понимаете, какая штука? Мне кажется, что это не нужно по новой говорить. Это эмпирически известно всем. Что это такое? Ну, в общем, даже если вы не верующие. Если использовать термины, ну, например, юнгианской аналитической психологии и назвать это психической энергией, то какая вам разница, называть это благодарностью Бога или психической энергией? И все равно одно и другое не пощупаешь. Это метафизические понятия. А почему я вспоминаю юнгианскую психологию? Потому что в огромном количестве источников, начиная с самого Юнга, он все время говорит, что мы не боимся слова Бог, потому что это слово исполнено энергией. «И сказал им Иисус, идите за Мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Кого он делает ловцами человеков? Кто такие апостолы? Рыбари. 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 Вовсе не философы. Рыбари. Рыбари. Ловец. Рыбари. 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 Ровно того же самого, чего мы с вами сейчас делали. Для того, чтобы поймать животное и не покалечить его, нужно подстроиться, знать его повадки, знать его хитрости, перехитрить, не повредить крыльев, не повредить, если хотите, характера. Поэтому ловцы человеков – это бережные улавливатели человеков. А вовсе не те, которые ловят в сеть массу рыбы для продажи. Это тоже подразумевает понимание, и ловцами человеков могли, конечно, стать чистые души, которые могли воспринимать учения. Я не знаю, были ли они действительно рыбарями, но во всяком случае, это были люди, несомненно, чашка которых была пуста или готова была быть пустой. Второе, я недавно в одном старообрядческом споре прочел эту замечательную фразу. Второе, это, конечно, само таинство крещения и, в первую очередь, эпизод крещения самого Христа. Потому что митрополит Сурожский замечательно писал об этом, он писал, что, представьте себе, что абсолютно чистый человек входит в воду, в которой уже до него смывали свои грехи тысячи людей. И он, погружаясь в нее, а погружались не кончиком пальца, тогда погружали не по-детски. Я думаю, что даже держал под водой Иоанн Креститель, пока человек не начинал биться и задыхаться. Уверен в этом, потому что очень, как бы, точно, я начал говорить, прервался, очень точно говорили об этом старообрядцы. Они говорили, крещение – это гроб и матерь. Там человек умирает, и там он рождается. Да, конечно. И в некотором смысле ведь опустошить свою чашку – это ведь тоже значит умереть. В некотором личностном смысле, да, как бы, только если я свое «я» отодвину, только тогда на его место может встать какое-то понимание, потому что, погружаясь в эти замутненные грехами всех людей, которые там крестились, до него водой Иордана, писал митрополит Суржский, А Христос понимал, если хотите, потому что принимал грехи всех этих людей, очищая, тем самым, эту реку. И тот же митрополит Суржский говорил, что когда мы погружаемся, когда христианин погружается в мир людей, а не все христиане призваны, как бы, жить в монастырях или в затворе – это особое призвание человеческое, только единицы на него способны, когда христианин погружается в эту людскую реку, его призвание – ее очистить, понять, принять вот эти самые физические, стадные, людские страсти, не осуждать их, а понять и принять. Поскольку ты такой же, научиться это чувствовать, по сути своей, именно это и есть некоторое усилие, которое я, светский человек, считаю аналогом освобождения от греха. Ибо грех, само слово, я об этом уже говорил, переводится как ошибка, заблуждение, которыми переполнена жизнь каждого из нас. Правда? Я вам рассказывал историю про почти точностью повторившуюся у меня с Марией Луизой фон Франц. Она описывает в своих лекциях Хироманта, помните, который… Помните эту историю? Ну, там она описывает Хироманта, да, который блестяще рассказал ей прошлое и ее поруки. Так, что она, будучи психологом, врачом, заинтересовалась этими его способностями, подружилась с ней. И так получилось, что у меня была одна дама Хироманта, которая мне говорила слово-слово то же самое, знакомая. Что информации такое количество, что использовать ее всю невозможно. Помните, я говорю, что есть замечательные, абсолютно правильные книжки по, например, мимике и жестам. Потому что человек выражает с помощью мимики и жестов. Но только никто, ни один специалист ими не пользуется. Да, почему? Да потому что невозможно удержать эту карту, да, вот словарь языка тела в голове. Невозможно. А кое-что нет. Кое-что можно, но любое кое-что будет ошибочным, потому что это будет неполная картина. С Хиромантией то же самое. Что значит стать ловцом человека? Это значит перегрузить себя, замучить себя этими попытками чувствовать другого. Потому что только тогда, когда вы правда устали, и правда работаете, и правда пытаетесь понять, подтолкнуть другого человека. У вас через некоторое время, как удар, как открытие, начинает чего-то получаться. И проблема не в том, что вы как бы стали специалистом по линиям ладони. Проблема в том, что линии ладони стали для вас работать, как прорыв, вот в эту самую метафизику. Ключом, да, трансовым ключом это правильно называют. Но просто так, например, занимаясь Хиромантией, этот ключ не получишь. Это такая увлеченность другим человеком, когда человек учится, учится чувствовать. И в какой-то момент начинает понимать, а не может это свести в однозначную теорию. Именно поэтому, как бы, настоящее, я просто боюсь, я не знаю, существует ли у нас, какие сегодня школы, там, скажем, рейхсоновского гипноза, которые действительно учат вот этим самым подстройкам. Потому что без них никуда. А у нас их люди делать не хотят. В том числе и учащиеся. Они же деньги заплатили. Вот они лекцию послушают с удовольствием. А упражнения делают будущие врачи и психологи точно так же, как вы. Типа, что это я должна эту тетку-то чувствовать? Это мне нафига. Как может та же женщина... Простить, ну, скажем, бросившего ее мужчину? Что для этого надо сделать? Бедный. Бедняжка. Хорошо-то, да что значит пожалеть? С другой женщиной, сволочью. Какой несчастный человек, который живет с другими женщинами, правда? Просто слезы текут из глаз. Я делаю его таким. Ой, козлом. Козлом, да. Значит, кто лучше? Бедно, раз он. На какой вопрос нужно ответить, для того, чтобы эти чувства прошли? Какой вопрос мучает? Себе покопается. Зачем? Он отвечает. Почему? Почему? Ну, или зачем? Правда? Каким образом на этот вопрос можно ответить? Вот такой вот, друзья, не быть и можно. Ну, в общем, наверное, да, но вопрос же не только в этом. Ну, он такой, и другим быть не может. Ну, болеть-то от этого не перестает, все равно. Что надо сделать технически для того, чтобы как-то преодолеть эту боль? Опытные дамы. Никак. Что такое быть ласковым? Ну, то есть, вот я сижу и говорю себе, какой он замечательный, столько баб перетрахал, какой их чудный, да, как это, или как? Ну, в общем, понимаете, понимаете, в чем дело? Дело в том, что нет другого способа, на самом деле, лечить любую навязчивость, потому что по типу эта мысль для женщины превращается в навязчивость, в некую жвачку, которая все время жуется и жуется и жуется. А я все время пытаюсь объяснить, что навязчивая мысль – это мысль недодуманная, мысль, не превратившаяся в поступки, в какие-то окончательные слова или действия. Как навязчивый страх. Мы боимся, потому что мы не понимаем сути того, что мы боимся. То есть, если я пойму, наконец, почему я боюсь лифтов, то, собственно, это и будет осознанием, да, и страх пройдет. Это правда, конечно, это так. Что я должен сделать для того, чтобы как бы это преодолеть? Ну, это вот одна из главных мыслей логотерапии Франкла. Надо додумать, надо дочувствовать. Хочешь бороться со страхом лифта, тебе нужно сначала представлять себе воображение, как ты входишь в лифт, в подробностях и деталях, и бояться воображения. Потом потихоньку приближаться к реальным лифтам. Заходить наполовину, ездить один этаж, постепенно увеличивать количество этажей. Нет, сложнее, чем моделировать, потому что думать об этом. И потихоньку делать это. Что нужно для того, чтобы избавиться от обиды? Ну, попробовать, почувствовать. Если человека нет, то, конечно, воображение и память о нем полным-полно. Почему он это сделал? Ушел к другой, например. Не знаю, ну, каждый ведь считает предательством или подлостью что-то свое. Он же имеет право уйти врачи не есть. Ну, Как это может женщина это понять, если она, ну, это лучше мужчина спросить, у нас другого. Как это может понять мужчину? Опять все. Это такое, короче, планета. Опять, вот как-то, знаете, в чем дело? На самом деле, я спешу вам сообщить, что путешествие с этой планеты на ту проделывается за неделю в общем, с помощью общеизвестных уколов. Уколов? Да. То есть, ну, гормоны я имею в виду. То есть, вообще говоря, сам процесс смены пола физиологический. Ну, вот, понимаете, опять мы упираемся во все то же самое. В бревно. В бревно. Ну, потому что вы мне сейчас говорите, женщины, женщины вот такие, а мужчины вот такие. А Юнг говорил, что в каждой женщине есть мужчина, он называется анимус, а в каждом мужчине женщина, она называется анимой. И пропорции этих двух начал в душе, мы же с вами о психике говорим, а не о физике. Но даже физика совсем не так далеко нас друг от друга уводит. У нас на самом деле специализация, специализация тел, она сугубо животная. В смысле, она как бы далеко не так прямо связана со специализацией душ, как бы это хотелось думать. Потому что есть очень тонко и точно чувствующие мужчины, а есть я такое дерево. И с женщинами все ровно то же самое. Это знаете, как вот когда убрать вторичные половые признаки, знаете, как детскую загадку, я всегда очень люблю ее вспоминать, что скажите мне словами, в чем разница между собакой и кошкой. и не скажешь. Не скажешь. Потому что бывают такие собаки, вот такие кошки. А так посмотришь, вот собака, вот кошка. А ты когда начинаешь задумываться, я все время пытаюсь сказать одну очень простую вещь. Мужчина может почувствовать женщину. Это чуть-чуть труднее. Но если бы он не мог ее почувствовать, любви бы не было. Не было бы Шекспира, не было бы Ромео и Джульетты. Я вас могу познакомить с некоторыми дамами. Боевыми я вам хочу сказать. Между прочим, у меня в числе приятельниц есть несколько вполне себе охотниц. В прямом смысле. У меня одна дама пыталась, честное слово, я так думаю, может быть я не прав, но я думаю, что она меня пыталась соблазнить, демонстрируя собственные фотографии на груди антилопии антилопии их тел. Она так ногой на них стояла. А для меня это оказалось, она не захотела меня почувствовать, понимаете, а то бы не показывала никогда. Вот. Поскольку мне это было страшно отвратительно. А есть мужчины, наверное, которых это возбуждает страшно. Могу себе представить. Поэтому, понимаете, какая штука, когда много людей знаешь с их обратной стороной, тоже убеждаешься, что разница вовсе не так велика. Мы на самом деле, у нас есть специализация. Женщина охраняет семью, отчаяк, а мужчина взаимодействует с внешним миром и приносит туда женщине информацию об его изменениях этого внешнего мира. И все. Если вы подумаете, вот это путешествие во внешний мир и возвращение приноса информации к очагу уж такими нас делают глобально разными, да нет, запросто. Есть женщины, которые всю жизнь в бизнесе и этими мужчинами, знаете, левым каблуком. А есть, все есть на свете. И на самом, а есть мужчины, домохозяйки, и хорошие домохозяйки, и больше всего нежелающие это вместо женщины идти охотиться. И сейчас вообще невозможно сказать, это патология или нет. Ну, во всяком случае, понимаете, какая штука? Ну, каких-то больших разниц в устройстве нашего мозга никто не нашел. Ну, там, в общем, какие-то условные отличия есть, но несущественные. Конечно, своей охотничьей частью женщина прекрасно может почувствовать мужчину. И если бы это так не было, то счастливых семей вообще быть не могло. Ну, потому что или ты учишься относиться к каким-то недостаткам своего мужа, а недостатки есть у всех, с иронией, или ты с ним воюешь, он уходит. И это, ну, пусть примитивный, но способ понимания и любви. Или ты терпишь того, то, что, я не знаю, твоя жена хочет раз в три месяца в театр. а ты нет. Или там, в консерваторию. Вот сидишь как стол и слушаешь проклятого Бетховена. Она тебе говорит, ты послушай, какая мужа. А ты говоришь, да, блин. но, или ты способен понять и простить то, что тебе не нравится, или никакой устойчивой семьи невозможно, потому что невозможно быть идеалом и невозможно соответствовать теоретической модели, как мужа, так и жены. ожидания. Это кому идеал. Жена должна быть все. Вот если человек радостно вешает пальцы и говорит, какая должна быть жена, это значит, что жена у него будет минимум десять штук. и одна хуже другой. Последняя самая удачная. Да, ну, когда он состарится и научится понимать. Что мы можем сделать? Ну, раз за разом крутим в голове действительно, только сознательно, не бегаем, как бы о нем не вспоминать о предателе и гаде. а крутим в голове вот эти все свои переживания, пытаясь осознать, задавая себе вопрос, почему он это сделал. И когда ты начинаешь себя мучить этими воспоминаниями, ты вдруг все понимаешь, и они незаметно проходят. Что? что? Нет. Понимаете, какая штука? Вот если вы вслушаетесь в эти слова, которые вы же сами только что произнесли, вы поймете, в чем тонкая и незаметная разница. люди мучаются, люди живут воспоминаниями всю жизнь, потому что им это нравится, им это удобно и выгодно, а не потому, что эти воспоминания их изводят. Я очень люблю рассказывать, у меня она исчезла куда-то. Первые годы существования программы «Серебряные нити» у меня была замечательная такая, звонившая. Она хотела ко мне в пациентке. Она мне звонила и говорила, что вы говорите всякую ерунду о депрессии? Я страдаю депрессией 30 лет. Я председатель общества депрессивных больных. Не помню тогда, уже Российской Федерации. Я веду секцию депрессивных больных в больнице имени Кащенко. Я совершенно не шучу и не утрирую. Я даже интонацию передаю. Я подстраиваюсь. Страдает дама депрессией? Не. Это ее работа такая. Ее значимость, ее гордость. Она заслуженная депрессивная больная Российской Федерации. Почет и уважение. А другая женщина жертва мужа. И почет и уважение, потому что она ни в чем не виноватая. Ей все внимание проявляют. Жалость. Действительно, какая сволочь. А она такая замечательная. Ее несправедливо обидели, он ей всю жизнь испортил. Это разные вещи. это очень зависит от позиции я хочу дальше жить или я хочу болеть. Неважно, чем или кем. Мужчина путешествует по женщинам, потому что они ему нужны для подтверждения собственной значимости. У него другой нет. нету. Когда ты это ничего не нужны никакие теоретические базы. Когда ты можешь спрашивать у себя воображение. Мама, почему ты это делаешь? Ты можешь воспроизводя эту ее сцену пытаться понять из-за чего она так себя ведет. и уверяю вас все и всегда нет людей которые делая это в какой-то миг не совершили открытия. Не поняли вот почему. Вот почему это не знаю проявление одиночества. Она никак не может почувствовать себя достаточно уважаемым человеком. Дети взрослые а она ведет себя как ребенок. То только это мои ответы. У каждого они свои по каждой ситуации они иные. Когда ты это понимаешь что происходит еще. И давайте вернемся к случаю с мужчиной с мамами немножко по другому. Хотя все всегда похоже. Я просто должен заканчивать потому что мы нас сейчас выгонять будем. Да. Я хочу сказать что есть всегда два компонента все тех же. В подавляющем большинстве случаев когда ты понимаешь что мужчина так поступил ты вдруг начинаешь понимать то что сказал мужчина что он был такой всегда ты прекрасно это видела ты пыталась сделать из него человека ну как ты могла в твоем понимании а человека так сделать нельзя и если ты это понимаешь про два начала про то что болит то как правило не поведение этого человека которое на самом деле было предопределено а болит всегда твое собственное самолюбие твоя неудача в делании того проекта которое ты хотела это вылепить я его слепила из того что было конечно что мужа или жену мы не можем себе слепить что и ребенка мы слепить не можем мы можем постараться дать максимум того что мы можем но мы не можем требовать чтобы ребенок соответствовал некому нашему бревну с глазу общеизвестная история как я с девушкой автор самой гуманной концепции воспитания доктор спок знаете эту историю все засмеялись да уже после его смерти были опубликованы воспитания его были воспубликованы мемуары его детей в которых выяснилось что он их бил смертным боем поскольку сам был сторонником более старых концепций воспитания это известная история 90-х годов спок умер его дети опубликовали воспоминания в которых рассказывали как над ними издевался отец ставил на горох в угол порол регулярно в общем сталинская была система воспитания а писал да совсем о другом из чувства вины писал а читатели этого не поняли хотя на самом деле всегда у тех кто занимался детской педагогикой очень робко раздавались голоса мамы это слишком сладко так быть не может вы читаете спока но не зачитываетесь им вот такая вот история что касается на сферы коллективного бессознательного последнее это концепты бревно в глазу каждый исследователь должен дать название какое-то свое вот этому самому непознанному но от изменения названия суть-то не меняется ну становится она более такой псевдонаучной вернадский был глубоко верующим человеком несомненно чего в общем не могу сказать про юнга но логическим путем он же шел туда же на самом деле поэтому это ведь опять да это же способы описания вот этого самого сущностного единства душ к которому мы прорываемся в понимании потому что оказывается если я могу понять мужчину который мне изменил то это значит он во мне есть я если наши черепные коробки это единственное средство связи то понять я этого не могу понимаете какая штука невозможно потому что мы представляем от себя два абсолютно отдельных тела фактически я могу опираться только на то что говорит мужчина или женщина а мы живем на самом деле опираясь на убежденность в том что мы можем почувствовать правда ведь так живем мы же с вами не психоаналитики и не анализируем каждый шаг или каждое слово ска произнесенное нашими любимыми мы налаживаем связь и чувствуем друг друга и говорим ты мне врешь а общение с этой женщиной я боюсь к этому мужчине не ходи мне это не приятно но он же ничего похожего не говорил что типа я вот тут потихоньку влюбляюсь в мадам икс не говорил не говорил я почему об этом сейчас говорю потому что любая женщина знает точность этого чувства очень высока а на объективность никак не сошлешься поэтому мы живем исходя из того что мы способны прорваться куда-то к метафизике только все время забываем что для этого нужна определенного рода тренировка пусть это не то слово как-то еще не принятое в этом смысле но если у человека есть задача понимать ближнего своего и он учится это делать учится освобождать чашку и думать не о себе а о нем все начинает получаться вот я это Продолжение следует...